Медиа-пространство для большинства населения нашей страны пока еще это все-таки телевидение, наиболее, так сказать, востребованное. Тем не менее, да, телевидение потихоньку теряет позиции и уступает их интернету. Со временем телевидение сольется с интернетом и будет такой интерактивный. Это уже практически происходит, есть интернет-телевидение, там радиопрограммы транслируют в интернет-эфире и так далее. Но все-таки в основном это телевидение, даже не кино, это телевидение. Кино очень важно, потому что кино посещают молодые люди в основном, то есть те люди, которые через несколько лет будут принимать решения в нашей стране. Все политические, экономические, культурные, военные и все остальное, молодежь. 12-25 лет, как мой дед Сергей Михалков говорил, сегодня дети, завтра народ, в широком смысле. Вот, телевидение, телевидение, к сожалению, телевидение гонится за рейтингом. То есть взгляд телевидения на мир, это абсолютно взгляд сплошь призму кассы. То есть чем больше тебя смотрят, тем больше у тебя рекламы, тем больше у тебя рекламного времени, тем дороже минута, секунда, тем больше ты зарабатываешь. Все понятно, все понятно, но и в этой связи телевидение эксплуатирует те вещи, к сожалению, которые совершенно не воспитывают. Мы берем очень часто, телевидение берет очень часто форматы, уже отработанные форматы западных программ, которые переделывают на русский манер и запускают. То есть, это тоже, кстати, глобализация в определенном смысле. Телевидение потакает большинству. Никогда не бывает так, что большинство гениально, 90% гениальных людей, умных, продвинутых, а 10% идиотов, дураков, неучей и тупиц. К сожалению, мир устроен иначе. Гениев единицы, талантливых людей тысячи или сотни тысячи, ну просто среднячков сотни тысяч, а обычных людей миллионы, которые, так сказать, потребляют то, что им дают, жвачку и так далее. И, естественно, телевидение, как это массово-едийное пространство, гонится вот за этим большинством. Продолжение следует...